Последняя отборочная игра нас ждет с вами сегодня, уважаемые телезрители. И не просто игра за выход в финал, а настоящее сражение за право остаться в клубе. Ведь именно с условием не проигрывать в 2012 году в этот сезон была допущена сегодняшняя команда знатоков. Все или ничего, именно таковы ставки для команды Алексея Полевого. АПЛОДИСМЕНТЫ Минск Обладатель Малой Хрустальной Савы Переводчик Дмитрий Старикович Экономист Андрей Клейкель, Могилев Врач-рентгенолог Юлия Бейнер, Витебск Капитан команды Алексей Полевой, Гомель Сегодня против команды Алексея Полевого играют Людмила Федорцова, Гомель Ольга Титова, Новополоцк Лилия Мацук, Сутки Татьяна Мерутко, Заслабль Нина Федчук, Брест Нина Матафонова, Минск Александр Ходосевич, Молодечина Сектор Блиц Ирина Корбут Рудинск Валентин Бойко Мозырь Александр Писецкий Жодина Леонид Шелик Долгая Сектор Эксперт Летние игры Что, где, когда Телезрители против знатоков Играем до 6 очков Счет 0-0 Первый раунд Немного о правилах В летних играх Четыре команды ведут борьбу за выход в финал Победа телезрителей лишает команду такого шанса В финал выйдет та команда, которая покажет лучшие результаты И будет занимать в рейтинге летней серии первое место Во всех трех предыдущих отборочных играх победили знатоки Команда Андрея Супрановича со счетом 6-4 Сергея Веретила со счетом 6-3 А команда Алены Бовышевой выиграла со счетом 6-0 И возглавляет наш клубный рейтинг Таким образом, команде Алексея Полевого для выхода в финал Сегодня нужно побеждать также со счетом 6-0 Минск Против вас играет пенсионерка Нина Матафонова, город Минск Внимание, черный ящик Такой длинный вопрос вам для начала, господин Полевой В черном ящике находится то, о чем художник Владимир Фаворский сказал так Воспринимая его как художественно выполненное чудо Мы должны испытывать уважение к его внутреннему миру Ибо он как бы защищает этот внутренний мир от легкомысленного столкновения с окружающим бытом Внимание, вопрос Что в черном ящике? Что-то закрытое Он, он закричает, ребят А вот оклад на иконе не может быть? А, ну художник сказал Он, художник А что-то, да Икона с окладом будет? Да, например Уважение к внутреннему миру, ребят Что еще, если закрытое Внутренний мир какой-то есть? Там открыто лицо и руки Какие еще художественного типа вещи? Ореха Ореха Ребята, художественное чудо Что-то большое Кокосовый орех Ребята, художник Уважение к внутреннему миру, ребят Это создано человеком Какие-то ставни что-то закрывают Художник Шкатурка Одежда какая-нибудь Конва, что-то заключающее Одежда Пяльца какие-нибудь Он, пиджак Он закрывает, охраняет, защищает И внутри что-то есть еще Чисто Что-то Давай попробуем Художник Мощно Мощно ты задвинул Господин Полевой Кто там мощно задвинул? Мощно задвигать будет Дмитрий Старикович Господин Старикович, добрый вечер Добрый вечер, господин ведущий Предположим, что в черном ящике находится икона с окладом И Фаворский в данном случае говорил про оклад иконы Ваш ответ понятен Внимание, правильный ответ Воспринимая его как художественно выполненное чудо Мы должны испытывать уважение к его внутреннему миру Ибо он как бы защищает этот внутренний мир от легкомысленного столкновения с окружающим бытом Вот икона, оклад ее защищает, да? Вы по этой логике отвечали Но все-таки мы должны испытывать уважение Мы и так как они испытываем уважение Без слова должны А вот что еще произведено человеком И тоже защищено чем-то Так же как икона окладом Картина рамы А еще? Переплет книги Давайте откроем черный ящик Речь шла про книгу А самое главное про ее переплет Вот такой переплет защищает книгу 1-0 пользу телезрителей Поздравляю телезрителей с первой победой в игре Каждый телезритель, чей вопрос выиграет сегодня у знатоков Получит приз 1 миллион рублей И первый выигрыш получает пенсионерка Нина Матафонова из Минска Наш постоянный автор Уважаемые телезрители Присылайте свои вопросы по адресу 22 00 50 Город Минск Абонентский ящик Что, где, когда Выигрывайте у знатоков И зарабатывайте деньги Своим собственным умом В летних играх Страховая компания BNB Insurance Гарантирует Все телезрители, чьи вопросы лежали на столе Но не сыграли Получат выплату по страховке В размере 500 тысяч рублей BNB Insurance Искренне ваша страховая компания Интересы телезрителей Сегодня, как и всегда Защищает генеральный директор Страховой компании BNB Insurance Борис Медник Добрый вечер, господин Медник Добрый вечер, уважаемые телезрители Добрый вечер, знатоки Добрый вечер, господин ведущий А интересы знатоков Так же, как и всегда Защищает заместитель Председателя правления МТ-банка Валерий Смолик Добрый вечер Добрый вечер, господин ведущий Господин Смолик Вы сегодня снова Спутницей Все мои спутницы Всегда желают удачи Смотреть команды знатоков Уважаемые телезрители Рад сообщить вам Что четвертый год подряд Официальным партнером Программы Что, где, когда Выступает МТ-банк Кстати, господин Полевой Летние игры Имеет призовой фонд Который составляет 40 миллионов рублей Алексей Свадьба вашей мечты Ремонт без хлопот Долгожданный ребенок Или тур без купюр МТ-банк обеспечит Именно вас, Алексей Наличными на любые цели Как и всех своих клиентов Подарками и скидками На множество товаров и услуг Второй раунд Уважаемые телезрители Чтобы прислать вопросы Знатокам Вы можете воспользоваться Нашими сайтами Вы их сейчас видите На своих экранах ONT.by Сайт телеканала ONT И tvigra.by Сайт нашего клуба Господин Полевой Про правила помощи клуба Вы все помните Если проигрываете в счете Как сейчас, например Вы можете воспользоваться им И у клуба будет 20 секунд На помощь вам Ну я думаю, что мы постараемся Без него обойтись Это ваше право Господин Полевой Молодечина Господа, против вас играет Предприниматель Александр Ходосевич Город Молодечина Минская область Во многих современных Европейских магазинах И барах Господин Полевой Вы можете купить Казалось бы Бесполезные вещи Стаканчик с пролитым кофе Или растаявшим мороженым Например Надорванный пакетик С кетчупом И так далее Внимание, вопрос А для чего все эти вещи По замыслу дизайнеров Могут все же пригодиться Послушайте, если человек сидит Нет, человек сидит за столом И создает вид, что он уже долго там сидит Стаканчик с пролитым кофе Да, что долго ожидает Но не в магазине же Еще и в магазине В магазине, что он долго гуляет Долго ходит Растаял Ребята, может это как Чтобы по просьбе убрать Что ненужная вещь Или чтобы Много покупок не делать Если он хочет Допустим, у того, кого он ждет Чувство вины создать Вот я уже долго сижу Может быть Они очень дешево стоят Когда зашел в магазин Ничего не хочешь покупать Ну вот это купил Да, вышел Но с покупкой Ребята, вместо чаевых Что-то расплатиться Разбить культур То есть он это заберет домой Дома 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 Ребята, что и создать иллюзию Что посещаемый может бар Что вот если такое А, вот, что Нет, они их покупают Да, зачем же давать Выносят Оставлять хотя бы На память сувенир Чтобы не собирались Минута окончена Господин Полевой Тяжковато у вас Обсуждение сейчас идет Так, как-то нелегко Зря вы так во помощи клуба Зарекались буквально минуту назад Я вам думаю, что Как раз самое время Ей воспользоваться Да, почему бы и нет Вопрос хороший Единственное, господин Полевой Я вас хочу предупредить По моей информации В студии присутствует Автор этого вопроса Александр Ходосевич Господин Ходосевич Вы уже извините Но вас я попрошу помолчать Простите меня Хорошо 20 секунд на помощь клуба 20 секунд окончено, господин Полевой Прошу вас Предположим, что это все делается Для того, чтобы была возможность Занять столик Таким образом Вот оставить чашку Как бы, чтобы на него Поясните ваш ответ, пожалуйста Ну вот, мне хочется, чтобы этот столик Мне надо куда-то отойти Какой столик? В ресторане, например В баре Там же сам Я оставляю такую чашку И туда никто не сядет На какое-то непродолжительное время Теперь понятно А какая команда вам так подсказала Удачно? Не помните? Ну, какая разница Ага То есть заслуги госпожи Полуши В данном случае Не играют никакой роли Играют Внимание, правильный ответ Господин Полевой Такие вещи называются Seed Savers Это вещи для сохранения места Если вам надо отлучиться И вы хотите, чтобы ваше место В баре или кафе Никто не занял То вы можете оставить Этот фальшивый мусор На своем стуле Или столе И тогда по замыслу авторов идеи Ваше место какое-то время Будет никому не интересно 1-1 По окончании игры Компания BNB Insurance Определит лучший вопрос Сегодняшней игры Автор этого вопроса Получит 2 миллиона рублей Господин Медник Господин Медник Скажите Вот в нашей редакционной почте Очень часто встречаются письма А почему на помощи зала Если такие догадываются Мы с вами, точнее вы Не выплачивайте никакой компенсации Телезрителю Ведь формально знатоки Не знали ответ на этот вопрос Господин Ходосевич Сейчас в студии И на самом деле Исполнил мою просьбу Не подсказывал знатокам Может быть мы с вами Поощрим его как-то Господин Медник Господин Медник Вопрос который Ну наверное Поощрим как-то Надо подумать Но на самом деле Человек знающий ответ на вопросы Не являющийся знатоком Но это правильно Что он молчал Даже просить мне кажется Не надо было Но тем не менее Ведь фактически Господин Ходосевич Задал на мой взгляд Очень красивый вопрос На который знатоки Не нашли ответа И только с помощью Звездной команды Алюны Повушевой Они смогли Так сказать Догадаться до него Господин ведущий Единственное Как бы Мы можем На каком-то системном подходе То есть если вопрос Был на самом деле Красивый Или очень красивый И знатоки Все-таки его На него ответили На этот вопрос Конечно давайте Мы с вами Учередим приз Но это не потому Что человек в студии Или не в студии Нет Делаем в студии Пускай будет приз в миллион Господин Ходосевич Я вас поздравляю Благодаря мудрому решению Компании Бинби иншуранс И ее генерального директора Бориса Мидников Вы зарабатываете Один миллион рублей Господин Смолик А на ваш взгляд Хочу про команду С вами поговорить Сможет команда Полевого Продержаться весь сезон Без поражений Как вы думаете Я верю в эту команду Уважаемые телезрители Хочу напомнить Что МТ-банк Защитник интересов Знатоков Белорусского телеклуба Что, где, когда Также напоминаю Что в сезоне 2012 года На АМИ Совместно с юридической Компанией Аргумент Учреждена должность Юридического советника игры В любой спорной ситуации Которые уже несколько раз Возникали и в этой серии игр Принять решение В строгом соответствии С правилами клуба Нам поможет Денис Олейников Старший партнер Компанией Аргумент Добрый вечер Господин Олейников Добрый вечер Господин ведущий Добрый вечер Уважаемые телезрители И знатоки На телеканале ОНТ Летние игры Что, где, когда Четвертая отборочная игра Счет 1-1 Третий раунд Уважаемые телезрители Совместно со страховой Компанией Бинби Иншуренс Мы продолжаем поощрять Тех из вас Кто пришлет нам Свой видео вопрос Если ваш видео вопрос Прозвучит в эфире Вы получите Независимо от результата Раунда Дополнительный 1 миллион рублей Это так, господин Медник? Совершенно верно, господин Медник Все в силе? Да, только причут вопросы Не шлют перед зрителями Ну, видите, нет Вопросы тошлют Просто не выпадают Они в этой серии пока Мозырь будет играть Еще не вечер, господин Медник Я надеюсь Против вас играет журналист Валентин Бойко Город Мозырь Гомельская область Также наш постоянный автор Везет вам сегодня На красивые вопросы Господин Полевой Нам всегда везет На красивые вопросы В конце 16 века В Севилье Во многих местах города Можно было увидеть кресты Нарисованные На стенах домов Или установленные Прямо на улицах Внимание, вопрос А с чем таким образом Пытались бороться Городские власти? Срочный ответ, господин ведущий Минуточку Тишина в команде Господин Олейников Прозвучал сигнал Начала обсуждения минуты Только после этого Точнее даже может быть Вместе с ним Капитан нам сказал О том, что у него Досрочный ответ Правила в данном случае Говорят, что они должны Обсуждать сейчас минуту Капитан не успел сказать Досрочный ответ До начала запуска сирены Тем не менее Вроде бы было синхронно Вот как быть в такой ситуации? Господин ведущий Если после сигнала сирены Капитан сказал Он сказал вместе с сигналом сирены Вы слышали это? Вопрос интересный Вместе После Если у нас Вам сейчас надо ответить Вместе это до Или вместе это после Вот и все Господин Олейников Господин ведущий Если у нас не приветствуется Только после То вместе Это значит Нормально Ах, господин Олейников Как вы красиво Обошли ситуацию Господин Полевой Тишина в студии Тем не менее Ответ не дан Еще он может быть неверный Господин Полевой Кто будет отвечать? Я попробую ответить Прошу вас Мне кажется Что таким образом Боролись с невоспитанностью Жителей Севильи Вот если нарисован Где-то на стенке Дома крест Или в каком-то там Месте нарисован крест То там ты не будешь Справлять нужду Например Или что-то еще делать Что-то на словить И так далее Ну вот Какие-то небогоугодные дела Делать возле креста Не до конца Понимаю ваш ответ Ну понятно Крест Как бы освещает То место А что около него делать Не стоило Господин Полевой Если на стене нарисован То он возле этой стены Не стоит малую нужду Справлять Например А если крест стоит Посредине улицы То тоже малую нужду Ну может что-то еще Нехорошее делать нельзя Внимание Правильный ответ Всем Полевой Испанцы всегда Славились своей набожностью Городские власти Надеялись Что в месте Где находится крест Жители города Не станут Выливать нечистоты И выбрасывать мусор Ну наверное В том числе Исправлять нужду Как вы тонко подметили Таким образом Власти боролись С загрязнением города А не только С чистотой его Господин Смолик Вы со мной согласны Что господин Полевой Не проник в суть вопроса Нет Я согласен Что господин Полевой Правильно ответил 2-1 Команда Алексея Полевого И одна сэкономленная минута У вас господин Полевой Я напомню В летних играх Также принимали участие Команда Андрея Супрановича Добрый вечер Господин Супранович Команда Алены Повышевой И команда Алексея Полевого Который собственно говоря Сейчас играет А еще у нас была команда Сергея Веретила Господин Веретила Скажите А вот чувство локтя В команде появилось После прошлой игры? Да И именно для чувства локтя Что все-таки Все равно молодая команда Я вроде как бы почувствовал Но надо еще поиграть Может поэтому мы и не брали решающий раунд Для полной уверенности Господин Ковалев явно не наподсказывался За прошлую игру Господин Капустников не на менялся ответов Поэтому безусловно А вам еще надо поиграть Да, я над ними работаю Спасибо Ну а госпожу Повышеву Я попрошу господину Смолику Помочь сегодня в определении Лучшего знатока этой команды Как капитана команды Претендента на гуфер-финал Господин Смолик Не возражаете? Нет, не возражаю абсолютно Четвертый раунд Господин Полевой Какую задачу сегодня поставили? Не проиграть Или все-таки выйти в финал? У нас было два плана План А и план Б План А был 6-0 с игры Вот, сейчас переходим к плану Б Господин Полевой Неужели вы хотите сказать Что вы заранее знаете Что не будете играть в решающий раунд? Это же неинтересно и скучно Мне кажется Мы не знаем еще ничего Мы не знаем А, то есть план Б это решающий раунд План Б это понятие такое расплывчатое Хитер, господин Полевой у нас Против вас играет домохозяйка Татьяна Мерутко Город Заславль Минская область Этот вопрос уже не сыграл И вот вам Выпал на вашей игре Хорошо это или плохо Сейчас увидим Посмотрите на экран Видите? Внимание, вопрос Возле каких каталогов Омских учреждений Вы увидите вот такие таблички Гардеробка Гардеробка А почему их с бирками? С чеком Стадион А не можете, например, храм, где нужно сдать То есть висят какие-то этикетки Музей какой-то, ребята В штук Барселоне Возможно магазины по продаже вот этих вещей Чтобы не заходили со своим Чтобы было понятно, что они Послушайте, а ну все какой-то черт О, кстати, бюро находок Хорошо, давай еще А бирка застеней много, я сомневаюсь В банке ломбарды, ребята, нет? Когда найдено Вот когда найдено Ломбарды такое не сдают Хорошо, еще Но перчатка без бирка Почему вы теряете? Перчатка Перчатка это брать А ее не видно Перчатка это ты берешь Ты приходишь и берешь вещи Хорошо, ребят, еще такие застеней Банк, ломбарды Возле стадиона какой-нибудь А зачем? На стадион не можно Проходи что еще? Какой-то собор, храм там есть Где нужно брать вещи с бирками? Где не надо брать вот эти вещи, возможно Ну а где, где заслонить? Ребята, на кориде Не надо, чтобы зонтик или шляпа Солнце от тени какую-то защищать Где-то еще вы сидите Минута окончена, господин полевой У вас есть вторая минута Я вам напомню Можете ее сразу использовать У нас же есть еще и версия неплохая Это вам виднее Не так ли? Нам кажется, что Может быть Где-то есть бюро находок И их несколько есть А вот эти предметы Ну, наверное, чаще всего забывают Где-нибудь в ресторанах В общественном транспорте Шляпу, перчатки, зонтик Внимание, правильный ответ Семплевой Шляпы и зонты Которые вы видите Как раз на этой табличке Это вещи, которые Чаще всего теряют люди Такие таблички Можно увидеть возле Бюро находок Абсолютно верно 3.1 О, господин Полевой Разыгрался сегодня Господин Полевой Чья это была версия Это вы сами сказали? Помните, кто говорил? Вы сами? Своё, да Своё не забывайте Уважаемые телезрители Напоминаю На наших сайтах ОНТ.бай И ТВИгра.бай Вы можете задать Интересующий вас Личный вопрос Любому знатоку Нашего клуба Ряд вопросов Традиционно поступил И для игроков Этой команды Но лидером По присланным вопросам Является Господин Полевой Герой сегодняшней игры Господин Полевой Вам сегодня Двойную порцию вопросов По этому поводу зададили Владислав Студент из Горок Спрашивает вас Какой ваш любимый сериал На ОНТ? Что, где, когда Это мой любимый сериал На ОНТ Это правильно Опять господин Полевой Реалити-соу Лана Ружей Инженер из Минска Спрашивает А в жизни вы чаще Выигрываете Или наоборот? Выигрываю Выигрываете Андрей Преподаватель из Гомеля Интересуется Что для вас является Неопредалимым барьером В игре? Есть такой барьер? Надеюсь преодолеть Этот барьер Это Такая легкая Нелюбовь Китайским вопросам Да, надо тренироваться К тому же Госпожа Полевая Тоже нынче у нас Игрок нашего клуба Поэтому вот по вечерам Детям на ночь Детям на ночь Или собаке перед сном Глуп-глуп Господин Полевой Ну и наконец Павел из Минска Спрашивает у вас Почему у вас в команде Нет ни одного рыжего игрока Ведь рыжие Это очень умные люди Да, господин Герчиков Надо что-то менять Я думаю Покраситься Я намекал на то Что Дмитрию стоит А имидж поменять Немножко подменять Прекратить волосы Подкрашивать, да? Я хочу напомнить Я хочу напомнить Что по традиции нашего клуба Лучший знаток этой игры Получит приз Книгу Господин Сморик Что у вас сегодня Для ребят заготовлено? Да, господин ведущий Хочу немножко предысторию Появления этой книги В игре сказать Вот вы говорите Что у нас есть такие кредиты Как кредит на свадьбу На ремонт На рождение ребенка Но кроме этого У нас еще есть целевые программы Первые в республике Начали целевые программы Для медиков и учителей И когда я увидел книгу Руководства для ротных фельдшеров И фельдшерских учеников 1915 года То решил, что Это очень интересно будет Почитать и нашим знатокам В том числе То есть вопросы о медицине Больше мы им не задаем Тем более, что здесь есть еще Илья Бейнер Которая это будет представлять И профессиональный интерес Понятно Ваши предпочтения Заранее нам уже известны Господин Смолик Вы их только что нам рассказали Я всегда независим В осуждениях в конце игры Пятый раунд Господин Смолик Чтобы вам было легче Продемонстрировать свою независимость Я вам напомню состав этой команды Юлия Бейнера Которую вы уже упомянули Дмитрий Герчиков Денис Рыбачук Дмитрий Старикович Андрей Кликель И капитан команды Алексей Полевой Господин Смолик Ну я так понимаю Вы тоже пока в сторону Алексея Полевого Больше смотрите Долгое будет умереть Ну Алексей да Алексей пока проявился В начале игры Очень интересно Против Алексея Который себя интересно проявляет В игре А также все его команды Будет играть инженер Электрик Леонид Шелек Поселок Долгое Минская область Господин Шелек Справа Так же Уже не первый вопрос Мы играем от этого автора У голубей Как выяснили ученые Чрезвычайно острое зрение Это решили использовать На одном заводе Производившем Шарикоподшипники Там специально обучили Голубей Выбирать из группы шариков Те Что имели Микротрещины И голуби Прекрасно справлялись С задачей В лабораторных условиях Внимание Вопрос А почему У тех же голубей В цехе Возникла проблема Они вдруг Стали выбраковывать Подряд Все выложенные На конвейер Шарики Шум 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 Те были неподвижны А эти двигались Двигались По конвейеру Двигались А вот на конвейере Давай еще Шум Слушайте Я вот понял Потому что если с метротрещинами Может они как-то Как зерна думали А как ты распределяешь Если кучу Ну как они могли быть Запыленные Загрязненные Может они их пропитывали Чем-то Какой-то условный рефлекс Формировали На зрение ориентировались Ну да Хорошо Есть такие Бывают такие Особенно Он должен хорошо Что-то им должно было сбивать Что? Об этом не у птиц Сбивать может быть Звук Свет Звук Сапах Что они Могли это в лабораторных Сделать Вот у тебя если такая куча лежит Этих самых подшипников Они выбирают Какой-то другой факт Вариант Берешь шарик микротрещины Что он может быть И он его выберет Запахи Масло Запахи Масло Что они в масле Можете А на конвейере Ребята Можете Слышать Либо в движении Либо звук Конвейер Свет еще нет Другое освещение Ну а что какая разница В лабораторных условиях тоже Там можно сделать Еще Так и звук Можно там тоже Господин Полевой Воодушевилась Увидев замечательную книгу Юлия Бейнер Слушай, Бейнер Хорошо Знаете, господин ведущий Возможно В лаборатории И на конвейере Были немножко Разные условия Конвейер Он движется По определению И мимо головы Вот эти шарики Плывут Соответственно Голубь Ну Теряется Там меняется Немножко освещение Может быть Хватает все шарики Да, подряд? Ну нет Он просто путается А в лаборатории Возможно Они были на неподвижном Каком-то носителе И поэтому Они могли Выбирать Да, вот Именно те Вот теперь понятно Спасибо, госпожа Бейнер Внимание Правильный ответ Шарики на конвейер Юлия Рабочие выкладывали Голыми руками Зоркие голуби Отпечатки пальцев Принимали за трещины И выбраковывали Все подряд шарики Пришлось шарики Специально протирать И после этого Юля Голуби Уже ни разу Хорошую деталь Не забраковали 3-2 В пользу Команда Алексея Полевого Но зрители Приблизились немного По-моему Прекрасный вопрос Господин Полевой Вам так не кажется? Я поздравляю инженера-электрика Леонида Шелега Из поселка Долгая Минская область Он зарабатывает 1 миллион рублей Господин Полевой Я предлагаю Вам сейчас Немного передохнуть На телеканале ОНТ Летние игры Что, где, когда Четвертая отборочная игра Счет 3-2 В пользу команды Алексея Полевого Мы начинаем Шестой раунд Вот такая сосредоточенность На лицах Господина Рабачука Господина Стариковича Господин Старикович, как-то вы притихли на этой игре Вы знаете, как-то просто Алексей слишком хорошо Сейчас вошел в игру Но я постараюсь тоже Пустой сектор Жодина Постарайтесь, господин Старикович Против вас играет студент Александр Песецкий Город Жодина Минская область Аргентинский фотограф Ирина Вернинг Придумала необычную фотосерию Под названием Назад в будущее Она фотографирует своих друзей В тех же местах И в тех же образах В которых они запечатлены На своих детских снимках Посмотрите на экран Видно? Внимание, вопрос А в чем главное отличие этой фотографии От той, которая была сделана 30 лет назад? Вы даже вопрос не дослушали? Я уже боюсь, господин ведущий, честно говоря Вот вовремя скажешь не то Как-то вот сложно попасть вот именно в этот звуковой сигнал Это надо быть профессионалом, господин Да, я согласен Кто будет отвечать? Ну, тут такой вопрос хороший И Дмитрий Герчиков, пожалуй Господин Герчиков Мы считаем, что на этой фотографии Главное отличие по сравнению с фотографией 30-летней давности Это отсутствие берлинской стены На фотографии, которая была сделана раньше Она есть И... А сейчас ее нет А сейчас ее нет Внимание, правильный ответ Вы рано улыбаетесь, господин Герчиков На этой фотографии не хватает той Которую снесли в 90-м году Давайте посмотрим Берлинской стены там не хватает А вот теперь правильно, господин Герчиков Я вас поздравляю 4-2 Теперь улыбайтесь Вот как пауза с питьевой водой Бульбаш пошла на пользу Господину Герчикову, оказывается Уважаемые телезрители Напоминаю правила сезона 2012 года В играх участвуют Постоянные команды клуба Алены Повышевой Сергея Веретила Андрей Супранович Алексея Полевого Дмитрия Шпака И Сергея Буяна Давайте посмотрим на наш рейтинг Именно в таком порядке Они сейчас расположены В каждой серии игр принимают участие 4 лучшие по рейтингу команды клуба Команда, проигравшая телезрителям, всегда перемещается на последнюю шестую строчку рейтинга Победители финала в каждой серии выходят в зимние игры А лучшая команда зимних игр выходит в финальную игру года, господин Веретила Лучший знаток финальной игры 2012 года получит большую крустальную сову и специальный приз Уникальную клубную карту велнес-клуба премиум класса ЭВО Стоимостью 25 миллионов рублей А сейчас, внимание Судьба главного приза летних игр 2012 года определится в финальной игре, которая состоится уже через неделю 8 июня Если в финале победят мотоки, то лучший игрок этой команды получит малую хрустальную сову и денежный приз в 5 миллионов рублей Если же в финале победят телезрители, то малую хрустальную сову и 5 миллионов рублей получит лучший игрок команды телезрителей Автор лучшего вопроса финала Седьмой раунд Знаете, господин Веретилович, я думаю, что Алексей очень опытный, очень хороший капитан и нам совершенно нечего им советовать, они так все прекрасно знают и умеют Рудинск будет играть, повезло ребятам А может и нет Против вас играет домохозяйка Ирина Корбут, городской поселок Рудинск, Минская область Внимание, вопрос Чем занимается человек, который по шутливому замечанию жителей Судана Одним своим появлением заставляет кочевников устраивать верблюжьи бега? Ты собирает наобладный? Да, собирает наобладный. Точно Тебе собирают наобладный Поварищ, тюремщик Это наобладный чиновник Это, по сути, банк Боятся врачи Они от него убегают Суданцы не торгуют? По много профессий conflict Ворох Один из бенгуины, которые не приветут оседлую раду Перепись населения Турист или фотограф А почему убегать? Нет, от чего убегать? Им нравится фотографировать? Турист это не профессия. Чем занимается? Как-то он активно не нравится. Хорошо, а они от него бегут или к нему? От него. От него, естественно. Учителя, врачи какие-нибудь. Ну если к нему, то какая-то гуманитарная помощь. Какой-то представитель власти, полицейский. Ну, отвечать обтекаемые. Нет, почему? Нет, именно так. Потому что это самое интересное. Например. Потому что сложно-то с них налогить. Смейн Полевой. Кто будет отвечать? Господин Герчиков апробат. Прошу вас. Нам кажется, что появление сборщика налогов вызывает вот этот вот невиданный аттракцион в судане. Внимание, правильный ответ. Господин Герчиков. Это человек-сборщик налогов, от которого каждый стремится поскорее умчаться на своем самом быстром верблюде. 5-2 в вашу пользу. Господин Полевой, очень легко вам игра сегодня дается. С юморком, я бы сказал бы. Может быть, про решающий раунд уже поговорим с вами? А давайте поговорим об этом. Давайте. Господин Полевой, так как у вас счет становится 5-2, это значит, что ваша команда получила право сыграть решающий раунд. Для наших телезрителей и для вас я напомню, а для них поясню, что если команда решится на этот шаг, за столом останется один игрок, мы установим счет 0-0 и разыгрываться за один вопрос будет сразу 6 очков. Если игрок ответит правильно, то со счетом 6-0 победят знатоки и команда Алексея Полевого займет первое место в рейтинге и выйдет в финал летних игр. Если же знатоки проиграют, то счет станет 0-6 и команда Алексея Полевого переместится на последнюю строку рейтинга и закончит выступление в нашей летней серии игр. Господин Полевой, у вас будет время для принятия решения, потому что нас с вами ждет время отдыха. Господин Полевой, вы меня слышите? Конечно. Пока про решающий раунд подождите, подумайте, у вас есть минутка еще, чайку попейте. Скажите, а вот еще у меня к вам вопрос, а что по-вашему надо сделать для обретения радости в жизни? Насрочный ответ. И что? Как вы думаете? Я забыл, вылетела из головы, что-то там с собой заняться надо как-то вот так. То есть это вам госпожа Полевая так по утрам говорит, Алексей, займись с собой. Вы знаете, потому что госпожа Полевая, наверное, знает главный девиз Минского клуба премиум-класса ЭВО. Ведь там считают, совершенствуя себя, вы обретаете радость жизни, господин Полевой. Музыкальную паузу клуба Златаков представляет велнес-клуб ЭВО. Музыкальная пауза. Очарована, околдована, С ветром в поле, когда-то повенчана, Все ты словно В оковы закованной, Драгоценная ты, Моя женщина, Невеселая и непечальная, Словно с темного неба, Сошедшая Ты песня моя обручальная, И звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь Пред твоими коленями, Обниму их сни С тобой силою И слезами, И стихотворениями Обожгу тебя добрую, Милую. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Моя женщина Я благодарю солиста Национального академического концертного оркестра Беларуси Под управлением Михаила Финберга Дмитрия Кочаровского Мне в свою очередь хочется пожелать вам, дорогие знатоки Убедительной, красивой победы над нашими уважаемыми телезрителями Господин Кочаровский, как вас слушала Юлия Бейнер сейчас внимательно? Вы бы видели Спасибо Восьмой раунд Господин Полевой, ну что же, и чай попили, и романс послушали И на рекламу мы с вами уже успели посмотреть Ваше решение по поводу решающего раунда Насколько вы азартный игрок? А торговаться можно? Торг может быть только один, господин Полевой Что если выпадет Блиц То тогда я разрешу брать тому игроку дополнительные две минуты, которые были у вас Быстрее решайте, пока крутится волчок Нет, не будем, не будем Эксперт Сектор Эксперт представляет Питьевая вода Бульбаш Вопрос задает торговый представитель по Витебской области Дмитрий Марцинкевич На нефтяной платформе Гиберния, расположенной в океане недалеко от берегов Ньюфангленда Помимо нефтяников работают еще и охотники В работе они используют буксиры, стальные тросы, а иногда и водяную пушку Внимание, вопрос Назовите объекты их охоты Господин Ведущий Зачем тянуть время? Мы уверены в том, что это айсберги Господин Полевой А кого вот если бы вы брали решающий раунд, кого бы вы оставляли? Любой бы ответил Нет, нет, кого бы вы брали, оставляли бы на решающий раунд Сами бы оставались Сами бы остались И вы про айсберги тоже слышали эту историю? Читал А где читали, не помните? В хорошей книжке Уважаемые телезрители, читайте хорошие книжки 6-2 в пользу команды Алексея Полевого Счет становится 6-2 Команда Алексея Полевого одержала, можно сказать, такую гроссмейстерскую победу над командой телезрителей канала ОНТ Однако команда Алены Полевого выиграла со счетом 6-0, а команда Алексея Полевого сегодня выиграла со счетом 6-2 Таким образом, благодаря этой победе команда Алексея Полевого выходит на второе место в текущем рейтинге команды, давайте посмотрим А в финал летних игр выходит команда Алены Повышевой, я вас поздравляю, госпожа Повышева Вот имена победителей Юлия Бейни, Дмитрий Герчиков, Денис Рыбачук, Дмитрий Старикович, Андрей Клекель и капитан команды Алексея Полевой Сейчас будет определён лучший игрок команды Алексея Полевого Госпожа Повышева, каково ваше мнение? Мне очень понравилась блестящая и свидетельная игра капитана, господина Полевого, я считаю, что он достоин Господин Смолик, вы там около господина Герчикова рядышком находитесь, ваше право согласиться с Аленой или назвать кого-то другого Я действительно как раз именно господин Герчиков тоже проявил себя замечательно, но сегодня я соглашусь с Аленой, это Алексей Полевой Господин Полевой, я вас поздравляю, этот приз по праву ваш сегодня Хотя за решение не брать решающий раунд я бы вам его не давал, наверное, была бы моя воля Господин Медник, кому-то останется приз за лучший вопрос По моему мнению, лучший вопрос, вопрос связанный с книгой и переплетом Благодаря вашему решению, пенсионерка из Минска Нина Матафонова зарабатывает дополнительные 2 миллиона рублей от страховой компании BNB Insurance Давайте посмотрим, какие вопросы лежали на игровом столе, но Волчок их не выбрал Это вопросы из Гомеля от Людмилы Федорцовой, из Новополоцка от Ольги Титовой, из Суток от Лилии Мацук, из Бреста от Мины Петчук, сектор Блиц Там были вопросы от Вадима Кузьмича, из Логоиска, Ларисы Кахановской, из Ашмян и Ольги Огородник, из Бреста Все перечисленные авторы вопроса получают компенсацию от страховой компании BNB Insurance в размере 500 тысяч рублей Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях присутствовал актер, сценарист, режиссер Иван Павлов Добрый вечер, господин Павлов Добрый вечер Господин Павлов, а вы знаете, что ваши коллеги по режиссерскому цеху, господа Янковский, Астрахан, частые гости в нашем клубе? И не просто гости, а игроки команды звезд, регулярно играющие за нашим игровым столом Нет, не знал, но я теперь знаю, за какую команду я буду болеть Господин Павлов, как вам сегодняшняя игра? Какая-то стремительная была игра, и знаете, мне понравилась ситуация, как на съемочной площадке Но там один режиссер должен все решать, а здесь шестеро человек Но все-таки капитан это капитан Капитан и есть капитан То есть вы бы сегодня тоже назвали лучшим игроком Алексея Полевого, я правильно понимаю, господин Павлов? Да Приходите к нам еще Спасибо Уважаемые телезрители, в следующую пятницу нас ждет финал Как только что мы с вами узнали, в нем сыграет команда Алены Повышевой Госпожа Повышева, удачи вам А эта игра окончена, спасибо за игру Ты жива еще, моя старушка Жив и я Привет, тебе привет Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний, несказанный свет Пишут мне, что ты-то я тревогу Загрустил ошибка обо мне Что ты часто ходишь на дорогу В старом модном ветхом шушуне И тебе в осеннем синем мраке Часто видится одно и то Будто кто-то мне в кабацкой драке Заданул под сердце финский нож Ничего, родная, успокойся Это только тягостная вред Не такой уж горький я пропойца Чтоб тебя, не видя, умереть Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том Чтоб скорее от тоски мятежной Боротиться в низенький наш дом Я вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад Только ты меня уж на рассвете Не буди, как много лет назад Не буди того, что отмечталась Не буди того, что не сбылось Слишком раннюю трату и усталость Испытать мне в жизни длилось И молиться не очень не надо К старому возврата больше нет Ты одна мне помощь от рада Ты одна мне несказанный свет 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 Продолжение следует...